Ну, мое попадание в Гамбит началось с того момента, когда я играл в команде F-Star. Я тогда играл с ССК, Патриком и FiveSkill. Через некоторое время так получилось, что оттуда ушел я, оттуда ушел Патрик. Соответственно, Патрик вместе со своим тиммейтом в Vexit попали в Гамбит, а меня пригласили на позицию тренера, аналитика. В дуо Патрика и Яна была заложена некая бомба замедленного действия, потому что они по своей природе достаточно разные люди, и Fexit с Патриком, так скажем, были в некоторых разногласиях, их дуо распалось, и я начал искать потенциальных кандидатов на СНГ сцене. Одним из них был Летвик. Летвик на тот момент был одним из самых уделяющихся игроков. Он хорошо отыграл на внутриигровых турнирах. Также он занял первое место на турнире, насколько я помню, GamePlanet назывался. Изначально я зимой того года выиграл LAN в Питере, там выиграл 100 000 рублей, купил себе ПК, и после этого очень жестко импругнулся, после чего я выиграл соло-турнир, который я стримил, и на этом капе я захайпил, потому что я там показывал фичу, которую еще никто не знал. После чего мне написал Kinect. Kinect — это аналитик Gambit. Он мне написал то, что хочешь попробовать сыграть с Vexit. Тогда я играл с Ульфи, и с ним я как раз выиграл LAN, и я думал, как поступить лучше, но все-таки я выбрал Vexit, потому что на тот момент он был, ну, я считал, лучшим в СМГ. Vexit тогда был очень такой яркой личностью в Портнайте. Он был, да, он и сейчас остается одним из лучших игроков, и, в общем, они решили попробовать вместе, они согласились, это было обоюдное решение. Я понял, что это большой шанс для меня, чтобы показать реальные мои возможности, и я согласился с ним сыграть. Мы сразу же выиграли турнир, потом на следующем турнире топ-3 заняли, вот. После чего мне начали поступать предложения в разные организации, там выступило больше шести предложений. Примерно месяц, может, полтора, я выбирал, какую лучше аргу мне пойти. Но все-таки я остановился на Gambit, потому что, ну, и условия лучше, и Gambit везде знают, можно сказать, вот. Astra — это, пожалуй, был единственный игрок в Gambit, к принятию которого в команду я не имел почти никакого отношения. Astra — это был почти целиком выбор Патрика, он его видел как одного из самых лучших игроков в Европе. Да, я думаю, я у нас было три оператора, но, конечно, Gambit был самый лучший угрыбок, потому что я был в дуале с Патрика. И, как я делал это очень быстро. Как-то, собственно, все операторы были просто там, сразу. Поэтому это было бы довольно-таки, как-то, так-вырдяло, и я не очень много вопросов. Я играл в Патрикака на несколько месяцев. Единственная причина, чтобы мы не играли, потому что мы играли много кустомов и скримов и так далее. Но мы просто не работали на уровне, в котором мы хотели. Поэтому мы решили найти новые дуэлы в World Cup. Когда я был анонсом в World Cup, почти каждый игрок, который хочет что-то показать, был в его организации. Туз и Аза попали к нам в Gambit после анонса в World Cup. Нам требовались новые игроки, и они были, пожалуй, одними из самых выделяющихся игроков. Что немаловажно, были достаточно активны в медийном плане, у них в обоих были скримы. Аза на тот момент был, возможно, вторым либо третьим по популярности проигроком на СНГ-сцене. Сначала мы знали, что за нами следит аналитик Gambit, потому что тогда Аза общался с Патриком. И он тогда еще в Gambit был, и он нам это сказал. И после этого нам написал менеджер Gambit, Александр Чербаков. И предложил нам вступить в Gambit. САЗа у нас не получилось сыграться в конечном счете, поэтому мы с ним перестали играть. И я пробовал на World Cup играть с разными тиммейтами. Марк играл очень долгое время с Vexi. Тогда Vexi, наверное, был самый сильный игрок в СНГ и один из самых сильных в Европе. Я, в принципе, не был удивлен, что они прошли, потому что они тогда очень хорошо играли. У них были очень большие шансы, поэтому это не стало сюрпризом для меня. Вообще, на самом деле, я не считаю то, что наши игроки как-то неудовлетворительно выступили на World Cup. Это, в принципе, был нормальный результат. И тут нужно учитывать тот факт, что это было, я боюсь соврать, там, по-моему, было 7 игр, либо 6. И за 6 игр достаточно сложно показать какую-то стабильную игру. Ну, я считаю то, что за 6 игр, то, что они показали лучше среднего результата, это все-таки неплохо. Vexi, они были первые с СНГ, которые хорошо отыгрывали на World Cup. Мы с Inside были второй ДО, которая хорошо отыгрывала. Влада и Артема мы приняли в Gambit уже после World Cup. На тот момент мы понимали то, что Fortnite довольно перспективная дисциплина, учитывая количество призовых и наш успех на World Cup. Начали смотреть на перспективные дуэты, которые хорошо отыграли на квалификациях, но, к сожалению, им не хватило до прохода. И вот как раз Артем и Влад оказались, пожалуй, лучшими кандидатами на эту роль. Ну, Fortnite до организации играл год просто. Еще с лета 2018-го, получается, когда она только вышла, третий сезон был. Я с тех пор играл Fortnite. Потом кто-то познакомился с MalSide. MalSide на тот момент играл с другим игроком, который подписал WinStrike. Сначала с самым моим первым тиммейтом был это Mayhem. Я с ним начал показывать какие-то результаты. Как только вот мы попали с ним в WinStrike, сразу же перестал с ним играть. Ну, попробовал с МАХ и мне с ним понравилось играть. После этого первая же неделя World Cup. Соло я не очень отыгрывал World Cup. Ну, квалился в финалы, но не проходил нормально. А в дуо первый же турнир с MalSide мы заняли уже 21-е место вроде или 19-е место, когда квалилось 4 команды. Нам, короче, не хватило 3 очка в первой же неделе, чтобы пройти на World Cup. 3 или 6 очков. Потому что там была локация Тильты. Самая популярная такая в Fortnite. Я думал, что в последней игре, типа, туда никто не полетит. Потому что, типа, там рискового лока. В итоге к нам полетели в последней игре там 3 дуо вроде. И нас просто убили в первой же игре. Мы 0 поинтов сделали. Если бы нет ошибок, мне кажется, мы бы пошли на Fortnite World Cup. Ну, из-за стабильных результатов там, что у нас заметили. Меня подписали Fortnite Gambit 1 июня. А его через месяц, наверное, через два. На тот момент это была моя одна из любимых организаций в Fortnite. Потому что там еще играл Летвик в Сфакси. Которые на тот момент были, типа, ну, топ-11 с нога. По сути. Ну, и в мире они еще жестко отыгрывали. И вот, пошел Gambit. С Маваха я вообще очень давно общаюсь. Я с ним первый раз увиделся, когда я еще вообще был никем. Это было в августе на Кубке Мэра. Тогда я вообще от него фанател жестко. Я там играл с Сика Сидом. И там были, короче, такие комнаты. Вип-компьютеры раз. И, типа, напротив себя другие компьютеры. Там, короче, был Летвик, оказывался. И потом узнал, что это был Летвик передо мной. И я понравился с ним, короче. Вот так мы познакомились. Мне всегда нравилось играть в Маваха. Потому что он как человек приятен мне был всегда. И играл нормально. С Маллсайдом мне больше всего запомнилось то, что мы с ним в трио играли. И мы тогда очень хорошие результаты вместе показывали. После этого, типа, трио стало одним из моих любимых режимов в игре. Жизнь изменилась как? Но я после подписания Gambit, через два месяца мне стало исполниться 18 лет. Я переехал жизнь один в квартиру. Ну, я переехал сюда, дома. Это жизнь один. Еще раз говорю, расслабился, типа, жестко. Сейчас я уже начал набирать форму обратно. Потому что я прямо жестко, ну, подпустил. Сейчас цель, я не знаю. Просто подержать форму. Занимать хорошие места на тренирах. И саморазвиваться. Ну, вот. Ну, минимум, это пройти финал с ЛФНКС. Показать там хорошие результаты. Хотя бы в топ-10 войти. А максимум продолжать тренироваться, продолжать развиваться. Развивать себя, канал и так далее. Не знаю. Если бы был сейчас ВРК, это была бы гимнастская мотивация. Мне кажется, в один мод я бы точно прошел. Ну, сейчас главные лица, это еще туз и летвик, я думаю. Так, ну, потому что я не очень, там, часто стримлю. Я не очень мизинный сам по себе, как игрок. А давление я чувствовал себя всегда, когда только вступил в организацию. Потому что я боюсь показать плохой результат всегда. Я бы не сказал, что я ощущаю какую-то ответственность. Я просто понимаю, что нужно подавать правильный пример. Тем, для кого мы являемся, кем-то, можно сказать. Поэтому просто больше начал следить с собой за тем, что говорю и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok